Украина впервые ударила Атакамс по России. Путин готовит ядерный удар. Диктатор утвердил доктрину, а Песков угрожает возмездие. Картополов анонсировал новые удары по инфраструктуре, а не Бензя. Назвал виновного в СВО. Макрон поддержал удары вглубь федерации, протесты в Грузии и госпереворот в Абхазии. Главные новости прямо сейчас. В Брянской области РФ в городе Карачев произошел взрыв на арсенале, где хранились боеприпасы. В том числе и с КНДР, как сообщили в ЦПД. В частности, удар совершен по 67-му арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, которые ранее атаковали дроны. Там были артиллерийские боеприпасы, включая и КНДРовские, как их система, МКАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО, рассказал Андрей Коваленко. СМИ сообщают, что это был первый удар ракетой Атакамс по РФ. Официально подтверждения этой информации пока не было. 9 октября по арсеналу уже наносили удар беспилотники. Тогда была уничтожена часть хранилищ. Минобороны РФ заявила, что ПВО сбило 12 украинских БПЛА над Брянской областью и один над Белгородской. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Рио-де-Жанейро на саммите G20, что президент США Джо Байден принял правильное решение, позволив Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России. Новый путь Байдена был выбран в ответ на эскалацию России конфликта с Украиной, используя солдат из Северной Кореи для служения вместе со своими силами. Россия – единственная власть, которая приняла эскалалирующее решение. Именно этот разрыв привел к решению США. В ответ на это Василий Небензя, постпред РФ Совбезион, назвал удары в группе РФ самоубийством для Зеленского, а страны Европы назвал близорукими в поддержке такой инициативы. Байдену, говорит, терять уже нечего. Раздает по сообщениям СМИ самоубийственное разрешение режиму Зеленского использовать дальнобойное вооружение для ударов вглубь территории России. Возможно, самому Джо Байдену в силу многих причин уже нечего терять. Но поражает близорукость руководства Великобритании и Франции, которые спешат подыграть уходящей администрации и втягивают не только свои страны, но и всю Европу в полномасштабную эскалацию с крайне серьезными последствиями. Именно об этом наши, которые спешат подыграть уходящей администрации и втягивают не только свои страны, но и всю Европу в полномасштабную эскалацию с крайне серьезными последствиями. Именно об этом нашим бывшим западным партнерам стоило бы как следует подумать, пока не поздно. Об этом должны помнить и те, кто в последнее время заговорил о некой заморозке фронта и различных схемах, подобных отвергнутым в свое время Украиной и ее западными кураторами Минским соглашениям. Не теряйте времени, доверия этим обманным схемам у нас больше нет и нас устроит только такое решение, которое устранит коренные причины украинского кризиса и не позволит ничему подобному повториться. О попытках победить Россию на поле боя мы вам советуем забыть. Европа уже не раз это пыталась сделать и чем это для нее каждый раз заканчивалось хорошо известно. Благодарю вас. Так открыто представитель России заявил, что РФ не интересуют мирные переговоры или планы перемирия от Эрдогана и Трампа с заморозкой фронта. Причина украинского конфликта для Кремля это само существование Украины и угрозы Небензи прямо говорят. Агрессия будет продолжаться. В Госдепартаменте США заявили, что не могут подтвердить изменения политики США разрешения Киеву наносить удары дальнобойным оружием по России. Но Мэтью Миллер, спикер Госдепа, на брифинге акцентировал, именно Россия сегодня занимается эскалацией. У меня нет никаких обновлений политики, о которых я мог бы говорить сегодня. Как известно, еще до начала полномасштабного вторжения России, Соединенные Штаты мобилизировали коалицию из более чем 50 стран для оказания помощи Украине и привлечения России к ответственности за ее действия. Мы ясно дали понять, что всегда будем адаптировать и корректировать возможности, которые мы предоставляем Украине, когда это будет уместно. И вы видели, как мы подкрепляем это шагами, которые мы предпринимали в течение последних нескольких лет. Но сегодня у меня нет никаких новых политических разработок, о которых я мог бы говорить. Да, так что, опять же, я знаю, что это само собой разумеющееся, но позвольте мне все равно это сказать. Я не собираюсь говорить или подтверждать какие-либо изменения в политике. Но если посмотреть на эскалацию этого конфликта, то увидите, что именно Россия снова и снова обостряет конфликт. И это в том числе только в том недавнем месяце, когда Россия набрала более 11 тысяч северокорейских солдат, которые сейчас находятся на линии фронта в Курске, участвуя в боевых действиях против украинских военных. Это серьезная эскалация со стороны России, втягивающая азиатские вооруженные силы в конфликт внутри Европы. И, как мы уже говорили, как сказал госсекретарь, наш ответ на это будет твердым, и сторонники ответа Украины на это должны быть твердыми. И мы будем продолжать делать все необходимое, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее действия, в том числе за ее эскалационные действия, и привлечь Северную Корею к ответственности за ее эскалационные действия. 2014 год, а затем началось полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. И поэтому, если бы Россия хотела прекратить атаки на свою территорию, она здесь агрессор, и она могла бы уйти из Украины, она могла бы прекратить наносить удары по украинскому гражданскому населению, она могла бы прекратить наносить удары по украинской гражданской инфраструктуре, она могла бы прекратить оккупацию украинской территории. Поэтому очень важно, кто является агрессором в этом конфликте, а кто жертвой. Но то, что Украина защищает оккупацию своей территории, нанося удары внутри России, никоим образом не оправдывает эскалацию этого конфликта путем ввода иностранной армии в конфликт непосредственно с украинскими солдатами. Но при этом по состоянию на 11 часов сегодня стало известно, что президент Байден все-таки разрешил наносить удары дальнобойным оружием по России, по словам помощника госсекретаря США по делам западного полушария Брайана Николса. В интервью о Глобо он заявил о том, что применение Украины ракет большой дальности может вынудить РФ пойти на мирные переговоры. Оружие, которое президент Байден разрешил Украине использовать, даст ей большую способность защищать себя и, надеюсь, позволит Российской Федерации понять, что применение силы для захвата украинской территории не будет успешным и, возможно, она начнет переговоры о мире или, что еще лучше, просто отступит с украинской территории. Параллельно с тем, Жозеп Боррель заявил, что администрация США разрешила применять ракеты дальностью до 300 километров для ударов по территории России и это обсуждалось на встрече глав МИД ЕС. Администрация Байдена разрешила применение своего оружия до 300 километров вглубь российской территории, то есть в радиусе 300 километров. Это не так уж и много в плане расстояния. Это не очень большое расстояние. Вглубь страны он не уходит. Но это решение администрации Байдена. Почему они приняли такое решение сейчас, а не до выборов? Я не знаю. Глава комитета Госдумы по обороне Картополов, говоря о возможном решении Украины использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, заявил, что, в общем, ситуация сложная. Ситуация сложная, но она под контролем. Мы предполагали, что это может произойти, поэтому ничего удивительного для нас нет в этом решении, наших бывших партнеров. Будем продолжать выполнять задачи в рамках специальной военной операции. Будем ужесточать удары по инфраструктуре, по аэродромной сети, по местам хранения ракет. Ну а то, что все эти ракеты сбиваются нашими средствами предназначенной обороны, мы это давно знаем. Но, кроме того, будет еще ответ, какой обещал наш верховный полокомандующий. Болезненный и неожиданный для них. А мы успеем ответить, вот среагировать? Мы всегда успеем среагировать. Главное, чтобы они не успели. Здесь же российские боты в сети активно принялись за дело. Кремлеботы призвали отбросить панику и подготовиться к ядерной войне после разрешения бить ракетами Атакамс по России. Если коротко, угрожали ответом, напоминали про изменения в ядерной доктрине, унижали Байдена, хвалили ПВО и рассказывали, что ракет Украине дали мало. Что, собственно, сделал и Картополов. Да и вообще РФ как-то очень активно комментирует эту тему. Песков, например, в день публикации зарубежных СМИ дал комментарий аж дважды. Сегодня Путин подтвердил и утвердил обновленную ядерную доктрину. Соответствующий документ российский диктатор подписал 19 ноября. И я напоминаю, что в нем говорится, что агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, сочтут их совместным нападением на Россию. Использование западных ракет ВСУ против России по новой доктрине может повлечь за собой ядерный ответ. Об этом заявил тот же Песков. Ядерное ядерирование направлено на обеспечение понимания потенциальным противникам отвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации и или ее союзников. Документ чрезвычайно важный. Анализируйте. Но в целом речь там идет в том числе и о том, что Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее и или Республики Беларусь, как государство-участника союзного государства, создающий критическую угрозу их суверенитету или территориальной целостности. Да, об этом говорит. Для пущей убедительности на России начали массово появляться мобильные хранилища ядерного взрыва. РосСМИ пишут, что это куб М, который можно использовать для защиты от различных угроз, включая световое излучение ядерного взрыва и радиоактивное загрязнение местности. Но есть пара вопросов. Этот самый пункт новой ядерной доктрины говорит, что удары по территории, например, так называемых ДНР и ЛНР западными ракетами, также могут стать формальной причиной для применения ядерки. Не обязательно дожидаться прилетов в Курской области или глубже. А удары по Украине, я напомню, совершаются каждый день и без исключения. Путин желает погрузить Украину в темноту. Он в течение многих лет пытался затравить Украину. Об этом заявил Дэвид Лэмми, министр иностранных дел Британии. Сомнения в отношении намерений Путина, то на этой неделе самая массовая атака Путина на энергоструктуру Украины должна стать напоминанием. Путин желает погрузить Украину в темноту. И в течение многих лет Кремль пытался затравить Украину, заставить ее подчиниться. Они ударяли по больницам, по поставкам зерна, которые направлялись в Африку. Российские войска везли рейды и пытали украинских жителей. Российская полиция похищала украинских детей для индоктринации на территории России. Это отчаянный игрок Путин. Он продолжает использовать эту незаконную войну. Путин потерял большое количество солдат. Тысяча дней прошла после начала этой войны. И сейчас он обратился для пополнения своих сил к Северной Корее, к Ирану для баллистических ракет. Никаких параллелей и сравнений нет между теми безответственными государствами, которые поддерживают незаконные действия России, и те, кто защищает и помогает Украине защищать свой суверенитет. Советы Кремля желают погрузить Украину в темноту. Однако мы будем светом свободы. Украина и её партнёры желают мира в соответствии с уставом ООН, который нас объединяет здесь сегодня. Однако мы знаем, что Путин отвечает только на силу. И к величайшей трагедии искать доказательства не приходится. Только этой ночью Россия атаковала Запорожье более десятью шахедами. Об этом сообщил глава ОВА Иван Фёдоров. Десять тысяч абонентов остались без света. К сожалению, атаки продолжаются. Враг атаковал город Запорожье. Более десяти шахедов. Повреждена гражданская инфраструктура. В настоящее время без электричества остаются более десяти тысяч абонентов. Гостиницы, больницы. Я благодарен спасателям, я благодарен полиции за то, что они уже приступили к ликвидации последствий. Наша цель — как можно скорее восстановить электроснабжение котельных и восстановить теплоснабжение, а также электроснабжение больницы. Кроме того, ночью Россия ударила шахедами по одному из общежитий в Глухове, Сумской области. Наутро было девять погибших, по сообщениям ОВА. Среди жертв есть и ребенок. Еще 11 человек ранены, из них два ребенка. Под завалами, вероятно, на данный момент остаются около пяти людей. Данные обновляются. И при этом постпредсаввезион от России Небензя спокойно заявляет, что все эти убийства РФ совершает из-за визита Бориса Джонсона в Киев после полномасштабного вторжения. Спустя 50 дней после начала нашей специальной военной операции, когда потери в рядах вооруженных сил Украины были не такими существенными, военные действия имели все шансы прекратиться, если бы не вмешательство британского премьер-министра, убедившего Зеленского, что ему стоит продолжить воевать и что с помощью западного оружия и поддержки он вполне может нанести России в стратегическое поражение, в котором британские премьеры и его западные подельники как раз и были заинтересованы. А чтобы как-то объяснить подобный поворот украинской мировой общественности, при непосредственном увеличении британских спецслужб и СМИ была состряпана абсолютно топорная провокация в Гуче, когда уже после отхода российской армии были свезены и разложены на улице трупы людей, происхождение и подлинную причину смерти которых, так никто и не потрудился объяснить, несмотря на наши неоднократные запросы. То, что армия РФ учинила на территории Украины за первых 50 дней военного вторжения на территорию другой страны, Небензя признавать не хочет и не собирается. Он говорит о потерях среди военных, игнорируя факты убийства и пыток гражданских. Он готов называть постановкой не только Бучу, но и тот кошмар, который творится за последние несколько дней в Сумах, Одессе, в Запорожье и во многих других городах Украины. Российская ФСБ заявила, что задержаны двое жителей Крыма, совершившие по заданию СБУ подрыв машины в Севастополе, в результате чего ликвидировали военного преступника, капитана первого ранга Транковского. Я напомню, 13 ноября в ГУР сообщили, что в Севастополе ликвидировали руководителя штаба ракетных кораблей ЧФРФ Транковского. В результате взрыва российскому капитану оторвало ноги. Он умер от потери крови. Транковский отдавал приказы на пуски ракет по гражданским объектам в Украине. В частности, он обстрелял Винницу калибрами в 2022 году, в июле. Тогда погибли 29 человек. Он неоднократно обстреливал Одессу и другие мирные города, из-за чего погибли многие гражданские. Он же был полностью законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны. За Транковским следили около недели, а самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. ПСБ также показало видео с показаниями задержанных украинских, якобы агентов, убивших высокопоставленного офицера Черноморского флота в Севастополе. И сообщило, что организацией операций якобы руководил замглавы СБУ Поклад. В 2023 году летом я был завербован сотрудниками СБУ. Моей задачей было ликвидации высокопоставленного военнослужащего в городе Севастополь. В ночь с 12 на 13 ноября этого года, 24-го, я заложил взрывное устройство под нищие автомобиля и привел его в исполнение. По приезду в Севастополь в отпуск, куратор мне отправил номер, фотографию номер машины. И теперь я смотрела только за ней, во сколько она появляется и во сколько уезжает. В ночь с 12 на 13, примерно в 11 часов вечера 12 ноября, я увидела, как машина стояла на парковке и передала эти данные куратору, после чего обошла еще раз вокруг дворов и еще раз точно посмотрела номер машины. Убедилась, что это она и подтвердила это своему куратору. Это была машина военнослужащего, которого 13-го числа взорвалась машина, где он находился в ней. В Грузии протесты перешли на новый уровень. Оппозиция развернула палаточный городок в столице Грузии Тбилиси. Там протестанты возводили баррикады. Участники митингов отгородились мусорными баками, мешками с песком, скамейками и другими материалами. Я напомню, протесты вспыхнули после победы пророссийской партии на парламентских выборах. Также президент Грузии Соломеза Рубишвили заявила, что выборы, где победила прокремлевская партия «Грузинская мечта», не состоялись, а объявленные результаты она будет оспаривать. Но вчера в ходе протестов в Тбилиси полиция снесла палаточный городок оппозиции и есть задержанные. Также несколько человек пострадали. Местные медиа пишут, что полиция действовала жестко, в частности, применили физическую силу против журналистов. В полиции же заявили, что получили от местных жителей множество жалоб с требованием расчистить дорогу, которую перекрыли митингующие. Госпереворот в Абхазии или как президенту Бжани не удалось удержаться у власти при поддержке Москвы. Так называемый президент оккупированной Абхазии Аслан Бжани подписал заявление о своей отставке и об этом сообщила его пресс-служба. Его сторону в конфликте с оппозицией заняла Москва, однако это не помогло ему удержаться на посту главы частично признанного государства. Согласно документу, опубликованному пресс-службой Абхазского президента, Бжания подал в отставку в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране. Также в отставку согласно протоколу, который власти подписали после переговоров с оппозицией, должны уйти премьер Александр Ангваб и начальник государственной службы охраны Дмитрий Дбар. Рассказал об этом один из лидеров оппозиции Абхазии Адгур Ардзинба. Временно исполняющим обязанности президента станет вице-президент Баадра Гунба, а в рио-премьера бывший глава правительства Валерий Бганба. Добавил об этом Ардзинба. Позднее в стране пройдут досрочные выборы президента, об этом сообщил спикер парламента Лаша Ашуба. Также в соглашении, которое подписали президент и оппозиция, говорится, что протестующие должны покинуть комплекс правительственных зданий во вторник. Об этом сообщила пресс-служба президента. Если этот пункт не будет выполнен, президент отзовет свое заявление об отставке. Последний раунд переговоров между оппозицией и властями начался накануне вечером и длился больше семи часов. После переговоров лидеры оппозиции выступили перед собравшимися у здания администрации президента протестующими. В Абхазии невозможно самодержавие. В Абхазии нужно чувствовать свой народ, надо любить свой народ и стараться быть близким к каждому человеку. Да, это очень сложно, но это должно исходить от души, отсюда. Если этого нет, то ни во власти, ни где-то еще нечего делать. Я еще раз хочу сказать, что я очень надеюсь, что впереди у нас стабильное развитие, стабильная жизнь. При этом у выступающих был российский флаг. Выходит, что в оккупированной Абхазии пророссийскую власть свергла пророссийская оппозиция. Я напомню, что протесты в Абхазии начались 12 ноября. Политический кризис в стране стал следствием навязываемого Москвой соглашения. Оно должно было создать льготные условия для инвестиций российского бизнеса в республику. Принимался документ под финансовым давлением России. А само соглашение власти еще 15 ноября пообещали отозвать из парламента. Но тогда же протестующие прорвали здания и в результате пострадало 14 человек. 16 ноября Бжания покинул столицу, перебравшись в родовое селение Тамыш в 40 километрах от Сухуми. Там он заявил, что он и его команда продолжат работу. Оказывается колоссальное давление на депутатов парламента с тем, чтобы парламент принял неправовое решение в отставке президента. Это решение, во-первых, не будет принято. Во-вторых, если даже оно будет принято, оно не будет выполнено. Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что я держусь за власть. Нет. Я хочу сказать следующее. Если не будет конституционных форм развития, если мы не будем соблюдать конституцию, наше государство это не выдержит. Поэтому те, кто захватил, те, кто попытался завершить государственный переворот, должны освободить комплекс зданий. После чего я готов назначить выборы, готов подать в отставку. Вице-президент будет управлять страной и пойти на выборы. И пусть люди скажут, кого они поддерживают. Ура! Еще в пятницу Бжанию в лице Захаровой поддержала Москва, а позднее пресс-служба абхазского президента распространила сообщение о том, что он созвонился с главами Республик Северного Кавказа, Крыма и других регионов России. И они, согласно сообщению, выразили Бжании поддержку и назвали событие 15 ноября попыткой государственного переворота. Кремлевский рупор РИА Новости позже написал, что ситуация с протестами в Абхазии, развернувшимся вокруг соглашения с Россией об инвестициях, минувшей ночью приняла новый оборот в виде отставок и президента, и премьер-министра республики. Оппозиция же восприняла произошедшее как разрешение политического кризиса. Позднее на сайте агентства вышла колонка, в которой говорится, что вне зависимости от исхода конфликта властей и оппозиции, закон об иностранных инвестициях в итоге все равно будет принят. Потому что больше всего в привлечении больших денег из России заинтересованы сами Абхазы. Думаю, здесь уже можно делать выводы. На этом у меня троеточие, друзья. Спасибо, что остаетесь с нами. В студии для вас работала Яна Богославская. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok